МАРИЯ ЕМЕЛЬЯНОВА Мы выбираем цикл передач о тех, кто спасает жизни, о специалистах медицинских учреждений Ульяновской области, об уникальном оборудовании, которое используется в клиниках региона, о передовых технологиях, помогающих там, где раньше это считалось невозможным. Все это в спецпроекте «Спасая жизни». МАРИЯ ЕМЕЛЬЯНОВА Это специалисты, которые приезжают на дом и формируют программу лечения не только для пациента, но и для всей его семьи. Ирина Николаевна, правда ли, что палеотивная помощь до сих пор неправильно трактуется людьми и, честно говоря, они ее боятся? Да, вы совершенно правы. О палеотивной помощи слишком мало информации, поэтому люди боятся всего того, чего они не знают. На самом деле это достойная помощь каждому человеку. Палеотивная помощь Палеотивная помощь отличается от всех видов медицинской помощи. Ну, во-первых, хочу сказать, что это все-таки медицинская помощь. Это не просто уход за тяжелобольными, это не оформление во всякие виды интернатов, это не содержание до конца жизни. Это именно медицинская помощь неизлечима больным людям. При этом перечень диагнозов, чем может болеть человек, он совершенно различный и достаточно большой. В классическом понимании это в основном онкозаболевание. Но на самом деле онкозаболевание это только половина наших пациентов. Остальные пациенты это инфаркты, инсульты. Это те люди, которые имеют длительное текущее заболевание с большим количеством осложнений. Мы не лечим заболевание само, потому что излечить его уже в принципе невозможно. Мы облегчаем тяжкие симптомы этих заболеваний, делаем жизнь пациент комфортной. Человеку с неизлечимым диагнозом важна не только медикаментозная помощь. Жизнь в новых условиях еще нужно принять. Поэтому в госпесе пациентам дополнительно оказывают психологическую и духовную поддержку. Это позволяет правильно сориентироваться и найти ответы на вопросы. Что делать, как выстроить жизнь дальше и принять преимущества, которые, как ни странно, в такой ситуации тоже есть. Никто никогда не любит находиться в больнице. Самая главная наша работа – это выездная. И если укрупненно взять показатели нашей работы, то на выездной службе за год лечится порядка 3000 пациентов. Но при этом мы в стационаре можем принять 500 человек. Это две совершенно разные цифры. Помощь мы можем оказать многим. И для этого не нужно привычных рамок официальной больницы. В этом году Ульяновскому областному хоспису исполняется 25 лет. За основу деятельности еще в 1994 году взяли модели работы английского хосписа. Некого эталона в этом направлении медицины. Развитие больницы шло поступательно, без особых скачков. До тех пор, пока 5 лет назад палиативной помощи в России не стали уделять повышенное внимание. В чем это проявляется? У нас появились нормативные документы, по которым мы работаем. Мы получили возможность набрать достаточно большое количество штатов. То есть особенность, например, хосписа в том, что здесь работают медицинские сестры по уходу за больными. В других учреждениях такого просто нет. От обычной больницы хоспис отличает и техническое оснащение. Главный принцип всего арсенала медицинского оборудования заключается в его мобильности. Вот, например, аппарат искусственной вентиляции легких, который спокойно помещается в кейс. А это портативный кислородный концентратор на колесиках, который легко и удобно использовать в домашних условиях. По словам специалистов, палиативная помощь должна быть доступна нуждающимся в каждом районе Ульяновской области. Поэтому в планах открыть в медицинских учреждениях региона отделение по уходу за тяжелобольными людьми. Работа в этом направлении уже ведется. Определенного прогресса сотрудники хосписа хотят добиться и в вопросе обеспечения лекарствами. Есть наша пациентка, которая уже 9 лет с нами. Наша пациентка Мария Дмитриевна, в случае которой уникален тем, что течение болезни было настолько молниеносным, что никто совершенно не ожидал действительно, что она может дожить до следующего понедельника. Но тем не менее оказалось, что и это все реально, и это поправимо. Причем человеку не сделали ни одной излечивающей радикальной операции, ни одного лечения, которое может полностью вылечить. Нет. Но при этом качество и уровень жизни ее значительно увеличился. И она может сейчас сделать то, чего она не могла сделать даже ранее, когда этого заболевания у нее не было. На симптомы тяжелой болезни Мария Дмитриевна сначала не обратила внимания. Первым тревожным звоночком для нее стали глаза, которые неожиданно приобрели желтый оттенок. Пенсионерка сразу обратилась в больницу. Сначала в БСМП. Оттуда нашу героиню перенаправили в онкологический диспансер, а уже после женщина обратилась в хоспис. Здесь очень хорошие все такие. Вообще, во-первых, и обслуга очень хорошая. Здесь и питание очень хорошее. И все, все на высшем уровне. Вот я была в Казани, была в Москве, и здесь я не считаю, не нахожу плохого что-то. Здесь тоже в таком же высшем уровне все. И обслуга, и все, все, все. Наши героини до сих пор не верят, что живет бок о бок со смертельной болезнью. Каждый день просыпается с ощущением, что здорово, а все плохие мысли отгоняет прочь. В этом находят поддержку и со стороны близких людей. Ну, я вот, когда это, допустим, я узнала, мне сказали, двоюной сестре позвонила, она говорит, не верю. Мне тоже, говорит, сначала, ну, когда взяли, вот анализ там, я все говорю, вот сказали так. Она говорит, мне тоже так сказали, а когда мне сделали вот это, у меня не было, ничего. И ты, это самое, тоже вроде. Ну, я как-то вот действительно стараюсь. Может, все люди, как они стараются, вот таким-то. Я вот не считаю, что это такое. Не знаю. Сегодня в палеоативной помощи нуждается порядка 30 тысяч жителей региона В масштабах страны цифра увеличивается в 26 раз Однако не во всех регионах функционируют хосписы Специальными медицинскими учреждениями могут похвалиться только 13 субъектов страны Включая Ульяновскую область Субтитры создавал DimaTorzok